Дивья-Шанкар, родной город Бангалор, Индия. Она смело может называть себя профессионалом космического уровня. Дивья-инженер спутниковых систем, работает над созданием малых и сверхмалых искусственных спутников Земли для исследования космоса. Я всегда мечтала о космосе, хотела стать космонавтом. И вот я строю настоящие спутники. Сейчас я работаю над созданием спутников, которые запускаются в открытый космос. Мы не часто задумываемся, где в жизни сталкиваемся с работой таких спутников. Но есть много способов применения наших аппаратов. Возьмем, к примеру, мобильный телефон или телевидение или гугл-карты. Для каждого способа связи используются спутники, которые делают за нас всю работу. Например, для общения в интернете у нас есть один спутник, для телевидения другой. Для общения нам нужна особая спутниковая программа, которая берет сигнал от одного человека с одной части Земли и передает его другому человеку на другой части Земли. Все эти сигналы и проходят через спутники. Поэтому у нас есть возможность быстрого соединения на высокой скорости. Для гугл-карт у нас тоже есть свой спутник, который показывает Землю из космоса. Я сама бы хотела отправиться в космос, если мне когда-нибудь представится такой шанс. Я надеюсь, что однажды эта мечта исполнится. Это ведь главная причина, по которой я стала аэрокосмическим инженером. Я даже в Россию приехала в том числе потому, что смотрю на эту страну с восхищением. Ведь вы осуществили первый полет в космос. Дивья Шанкар приехала в Россию в 2014-м. После окончания бакалавриата в области электроники и коммуникационной техники Дивья продолжила обучение в Институте науки и технологий Сколково. Дивья стажировалась в Америке в Массачусетском технологическом институте в отделе аэронавтики и космонавтики. Сейчас Дивья Шанкар совмещает несколько ролей. Она аэрокосмический инженер и разработчик международных образовательных проектов для школьников и студентов в этой отрасли. Мы разрабатываем проекты для школьников и студентов. Со школьниками очень весело работать. Их интересно учить и наблюдать, как ребенка захватывает эта тема. Мы стараемся вдохновить старшеклассников узнавать больше о космосе, образовываться. У нас есть образовательный макет. Он сделан таким образом, чтобы быть максимально простым для детей. Все детали уже стоят на своих местах и систему нужно просто включить. Дети поэтапно начинают понимать структуру спутника. Учатся понимать, что такое спутник, что такое спутниковая система. Подобные проекты являются точной копией наших спутников. Все программы для них находятся в открытом доступе. И ученикам просто нужно понять, как это работает на практике. Они выставляют нужное значение в программах и наблюдают за тем, как это работает. То, что мы видим на этом макете — магнитное поле, которое представляет симуляцию магнитного поля вокруг Земли. Когда спутник отправляется в космос, происходит магнетический эффект. Пример — гравитационное поле, благодаря которому спутник начинает вращаться вокруг Земли. Если вы хотите сделать фотографию какого-либо региона, то спутник фотографирует нужную местность и отправляет на компьютер, где вы можете увидеть наглядно, как работает этот спутник. Этот проект является наглядной симуляцией работы спутника. Родина Диви-Индия без преувеличения считается космической державой. В 2017-м Индия установила мировой рекорд, отправив в космос с помощью только одной ракеты — 104 спутника. В 2016-м Индия запустила космический аппарат на Марс и уже планирует отправить миссию на Венеру. Космические достижения Индии — это качественная, но гораздо более дешевая альтернатива предложениям западных государств. Россия и Индия сотрудничают в области космических исследований и промышленности. В 2018-м студенты-конструкторы из двух стран запустят спутник дружбы. Россия и Индия всегда были в хороших отношениях. У нас никогда не было серьезных конфликтов. Сейчас многие индийские университеты, организации сотрудничают с российскими. Люди, такие как я, приезжают из Индии в Россию, чтобы работать. И у нас есть возможность работать здесь. Я думаю, что для Индии и России это очень хороший шанс для развития. Я думаю, что наши страны идут нога в ногу друг с другом в плане развития технологий. Они находятся на одной ступени в этом плане. Я думаю, те шаги, которые мы навстречу друг другу делаем, приведут к сотрудничеству космических компаний наших стран. Я думаю, что вместе мы можем создать даже межпланетные корабли. Первый полет в космос для инженера Диви Шанкар состоялся в 2010 году. Малый спутник, над созданием которого работала студенческая команда Диви, запустили в Индии. Она даже успела побывать на Марсе, правда, не покидая Земли. В течение двух недель Диви была наземным астронавтом на исследовательской станции по изучению Марса в пустыне. В России Диви не чувствует себя инопланетянкой. Наоборот, видит много общего между индийцами и россиянами. Я думаю, что мы очень похожи. У нас схожий менталитет. Например, люди в России не всегда приветливо встречают незнакомцев, не всегда разговаривают с ними. Я думаю, что в Индии люди ведут себя так же. Мы не похожи на американцев, которые открыто ведут себя с незнакомыми людьми, улыбаются им. Мы так себя не ведем. Мы открыты только людям, которых мы знаем. Я думаю, что это одна из вещей, которые объединяют жителей моего родного Бангалора с москвичами, например. Я люблю Бангалор. Погода там приятная на протяжении всего года. Если вы путешествуете по Индии, то Бангалор – это лучшее место. Говорят, что это самое современное место в Индии, потому что у нас существует много IT-компаний. Там создаются новые технологии. Существует очень много современных центров, национальных современных компаний, которые занимаются созданием новых технологий. Бангалор называют индийской силиконовой долиной и IT-столицей страны. Это второй по уровню грамотности город в Индии – научный и промышленный центр. Бангалор – одно из наиболее привлекательных мест для ведения бизнеса в странах третьего мира. Туристическая притягательность тоже не требует доказательств. Здесь и зимой температура воздуха редко опускается ниже 10 градусов тепла. Теплолюбивая дивья впервые увидела снег именно в России. Мне нравится погода здесь, в России. Для меня это необычно. В Бангалоре на юге Индии нет снега. При нуле градусов мне, конечно, не приходилось находиться в Бангалоре. Плюс 5 или плюс 10 градусов – это уже очень холодно для меня. Когда я приехала в Россию, то на улице был 0 градусов. Это был мой первый приезд. Это совершенно другой опыт, но я даже не могу представить себе минус 30. Я и при нуле успела почувствовать, как в носу сосульки намерзают. Это интересный опыт. Я никогда этого не забуду. Я, кстати, начинала учить русский. У меня не так хорошо получается разговаривать, но я понимаю, о чем люди говорят. Я знаю несколько фраз, например, как представиться или спросить что-либо. Мне это нужно было, чтобы выжить в России. Первые фразы, которые я узнала, когда приехала, были «Для меня существует очень много сложных слов в русском языке. Иногда мне нужно какое-то время, чтобы назвать улицу или место». Недавно я ехала на автобусе и услышала, как объявляют остановку. Площадь Джавахарлала Неру. Это лидер индийского освободительного движения. Это герой страны, политик, отец Индиры Ганди. Я была очень приятно удивлена. Для русских это сложное название, и люди называют эту площадь просто Джа-Джанейру. Это очень знаменитое место. Это правда меня приятно удивило. А вообще, я люблю центр Москвы. Если мне предоставляется возможность, то я предпочитаю проводить время именно в центре. Мне нравится там гулять. Особенно нравится Красная площадь. Меня вдохновляет архитектура. Бангалор очень похож на Москву чем-то. Мой город является достаточно современным, как и Москва. Он очень суетливый, там всегда много народа. В Бангалор приезжают люди со всей Индии для того, чтобы жить или работать. Я думаю, что это еще одна из похожих вещей. В Москве я также замечаю, что люди со всей страны приезжают сюда работать и жить. Если честно, я не так сильно скучаю по Бангалору, когда нахожусь в Москве. Но признаюсь, в этом году я решила убежать от зимы. Поэтому я еду в Индию домой в отпуск.